Вот действительно такие новости. Смотрите, 5 апреля 2021 года в средстве массовой информации крупном написано «Оккупанты на Донбассе запустили игрушечный самолет со взрывчаткой». И вот приведены фотографии, самолет тек лежит, а потом его стали трогать специальным устройством, такой кошкой, и он вот так вот взорвался. И они пишут «Запустили игрушечный самолет, начиненный взрывчаткой». Так как на этой неделе в поселке Широкино вражеские войска активизировали свои действия, использовали запрещенное Женевскими конвенциями вооружение. И вот с циничным, хоть и не новым способом это дистанционное минирование. На днях в пределах ответственности одного из подразделений отдельной бригады морской пехоты было обнаружено самодельное взрывное устройство, игрушечный детский самолет, начиненный взрывчатым веществом. Прилетел по ветру со стороны противника. При стягивании кошкой игрушка сдетонировала. Но кошка-то имеется в виду, такая палка с этими когтями металлическими. Такие были устройства, применялись с 2014 года. С 300 инцидентов самодельных взрывных устройств с 2014 года. Они являются оружием неизбирательного действия и продолжают наносить большой вред не только военным, но и гражданскому населению. Но тут в отзывах, комментариях пишут, что значит выражение по ветру. Что летают они недалеко. Ну то есть 10 метров, наверное, 15, если вы споймаете поток воздуха. Другие пишут, что пенопластовые самолетики могут 10 метров пролететь, а там еще и препятствие лесополоса. Другие пишут, что скорее всего подвожили ночью. Ну так вот, тут вверху у них ссылка на штаб ООС. Открыть вот это же сообщение на официальной странице в Фейсбуке. И вот тоже они пишут за это вот. Вот, ну тут тоже странная фраза, что кошка, когда кошку зарядили котом. Невинная игрушка для ребенка. Ну нам в школе рассказывали, что в Афганистане подваживали ручки, жвачки, чтобы дети взрывались. Вот что-то я запомнил так, что там вот лежит, к примеру, жвачка или игрушка. Ребенок поднял, и оно взорвалось. Вот эти вот фотографии в Фейсбуке. Ну тут информация в 21 веке, это тоже, как говорится, средство воздействия на людей. И тут каждая страна старается проводить свою политику и оперативно информировать. Получается так, что за погибшего они не сказали, а, к примеру, обл. администрация Волынской области сообщает, что 4-го числа погиб военнослужащий с их области. А хотя так официально штаб ООС не сообщает. Так что тут и потери, и разные это, это все является составной частью государственной информационной политики в каждой стране. Напишите, как вы думаете обо всей этой ситуации. Как наступила такая жизнь на бывшем постсоветском пространстве. Продолжение следует...